Доброго всем дня! Сегодня у нас 12 августа 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода, но немного затягивают тучи, я думаю, будет дождь. Сейчас я на набережной, и сегодня как-то странно много велосипедистов. У них, наверное, какой-то велопробег субботний. И еще здесь такая группа людей с тренером, которые разучивают какой-то танец прямо на свежем воздухе. В общем, я не знаю, это может быть группа у нас сейчас. Очень часто появляются, много появляются таких разных гимнастика на улице, танцы на улице. В общем, я не знаю, это любители или профессионалы. Думаю, любители просто. Утром в субботу теперь разучиваю танцы с тренером. Ничего не вижу плохого, только всегда радуюсь за этих людей. Это всегда, я считаю, наоборот, уместно. Тем более летом чего сидеть дома в выходной день, если можно в субботне утро пойти на природу и потанцевать. Так, хочу сказать вам радостную новость. Не знаю, может, пусть кого-то она обрадует, кого-то не обрадует, но тем не менее, я так решила. Впервые за историю моего канала. Я вчера днем всех разблокировала. Всех заблокированных в черном списке. Впервые за всю историю моего канала, еще раз повторюсь, я разблокировала. Я хочу сказать такую вещь, что я считаю, людям нужно давать второй шанс. Возможно, кто-то что-то с горяча мне написал когда-то, а я с горяча его взяла или ее и заблокировала. И давайте все сразу определимся. Мы не будем обсуждать на канале политику. Кстати, за вот есть такие, я там уже рассказывала вам, поставила фильтры за определенные слова. Это просто эти комментарии улетают на рассмотрение. Я их никогда в жизни не рассматриваю и даже не захожу в тот раздел, где рассмотреть комментарии. Так что, если будете писать политику, эти комментарии просто будут автоматически удаляться, переходить в другой раздел. И я с этим ничего не смогу сделать. Так что, на этом мы, я думаю, с вами определились. Дальше по поводу еще хочу сказать. Просто никаких оскорблений. Вот личных оскорблений за, если какие-то начинаются уже такие конкретные личные оскорбления, проклятия. Боже, не дай бог. Ну, просто говорю, что за это тоже будут попадать люди в черный список. А так, конечно же, любое мнение для меня важно. Вы можете писать свое мнение. Если оно будет отречаться от моего, это не значит, что я за это заблокирую. Но еще раз хочу сказать, что, чтобы не было такого, что вы будете там, не дай бог, оправдывать войну, за это тоже я в черный список буду выносить. А так, мне как-то даже легче стало. Потому что я так подумала, может быть, действительно, есть люди, которые не со зла мне что-то написали. Может быть, наоборот, я как-то внесла. В общем, мы определились с вами. Я всех вернула. Добро пожаловать на мой канал. Действительно, искренне, потому что я не хочу. Я такой человек, который я считаю, что отходчивый. Я даже если разозлюсь, я отхожу. Я считаю, что нужно всех прощать. Конечно, вчера было не прощенное воскресенье. Наверное, надо было это сделать на прощенное воскресенье. Но вот мне вчера вот так вот я почувствовала сердцем и решила это сделать. Так, идемте на барахолку, посмотрим, кто же сегодня там что продает. Возможно, нам удастся купить что-то интересное, либо посмотреть что-то интересное. Думаю, в любом случае будет интересно увидеть наш рынок старых вещей. Не забывайте поставить лайк видео и подписаться на канал. Стул. Смотрите, какой венский стул замечательный. Хороший. Обычно берут в кафе такие стулья, но и не только, и домой берут тоже. Любят венские стульчики. Когда-то мне попался диванчик венский. Вот это была красота. Эх, если бы, если бы сейчас диванчик. Вот представляете, как вот этот вот стул, только большой диван, да еще и с такими гнутыми подлокотниками. То была, конечно, красотенька. Неимоверная. Кстати, вот много вот таких вот разных лэчиков. И люди их сейчас очень любят. Это опишня. Тут вот даже написано, опишня. Кувшин для воды. Когда-то у меня была мини-коллекция довоенная опишня. Тридцатые, двадцатые. Все. В Киеве на слете антикваров улетело. Я не любитель, мне просто это случайно попалось. И на слете коллекционер купил для себя. Ой, какие фотографии. Арьковская школа. Выпуск 1961 года. На фоне здания Газпрома. Зеркальная струя и каскад. Смотрите, какой раньше был красивый каскад. Это был фонтан. Сейчас его, конечно, реконструировали. И мне не очень нравится как. Шахмат сколько. Барахольи, просторы. Куколки. Куколки здесь, конечно, из кукольного театра. Котик. Котик прикольный. Лисичка. Ну и разные такие. Кукляхи. Смотрите, как эпично. Мыло и веревка сразу. По сушке именно нет. Есть лесопильное оборудование, столярное, плотники. У меня не работает. Транструирование, оборудование. Ремонт по обновлению. Лесопильное. Лесопильное. Вот это столярное. Патрифончик. Какая-то фоточка. Машина. Это вино такое. Это уже современное. Это 2004 года уже, да? Шевченко. Сколько у вас орлов? А часов? Это вообще. И ламп. Ключи какие. Огроменные ключи гаечные. Сколько всего красивого. Глаза разбегаются. Разбегаются глаза от красоты. Птичка. Мишки. Ой, какая. Красивая такая. Я даже не знаю, для чего это. Для чего это использовать. Но красиво. Вот этот маленький календарик не дает мне покоя. Обычно они большие. Это такая малютка. Здесь только циферки. Только числа. Колокольчик, подстаканничек. А чайник, смотрите, какой красивый. Такая ручка. Какие узоры. Так, лук. Тарелочки. Мама с девочкой. Читают книгу. Конфетница. Латунь. Кстати, вот эти вот шары. Костяные. Раньше пользовались каким-то бешеным спросом. Наверное, что-то с них вырезали. А девочка сколько? Так, вчера на стриме мы с вами обсуждали, чтобы я показала икону у себя в контейнере. Я очень долго не могла понять, о какой же иконе идет речь. И потом мы все-таки пришли к общему знаменателю. Со зрителем. С Олегом, если я не путаю. Так вот, я так понимаю, он имел в виду вот эту вот картину. Ну, это кто-то сделал репродукцию. Она, к сожалению, порвалась. Это секстинская Мадонна Рафаэля. Естественно, как художник смог, так передал. Да, очень грустно, что она порвалась. Но это не я сделала. Это так уже ко мне эта картина попала. Это холст. Но относительно не старый. Это, может быть, в 80-е кто-то рисовал. Жаль, конечно, что лик ребенка разорвался. Так, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.